Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире телеканал ТДК-42, традиционная программная чистоту, которую веду я, Роман Копняев. В нашей программе мы поднимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Сегодня мы поговорим о спорте и физической культуре. У нас в гостях руководитель управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Тимур Шаяхметов. Тимур Абсагатович, спасибо за то, что вы приняли наше приглашение. И хотелось бы узнать, вы пришли не с пустыми руками, у нас есть футбольный мяч. Для чего вы его принесли? У нас есть футбольный мяч, который мы хотим подарить самому активному зрителю, который задаст самый интересный вопрос. Это мяч, который любезно предоставил футбольный клуб Пахжаик. Итак, напоминаю нашим телезрителям, что вот этот мяч получит подарок тот, кто задаст самый интересный вопрос. Так что присоединяйтесь к нашей дискуссии. Давайте начнем все-таки с серьезного. Президент Назарбаев и в послании всегда пропагандирует, чтобы как можно большее количество людей было охвачено массовыми видами спорта. Что для этого делается в нашей области и каков процент на сегодня занимающихся? В нашей области процент занимающихся составляет 25,3. Значит, президент поставил задачу довести в Казахстане в целом до 30% занимающихся физикой культурой и спортом. Общее количество занимающихся составляет 158,739 человек. В прошлом году показатель был 24,9%, то есть рост есть на 1,4%. То есть мы постепенно эту задачу выполняем. Надеемся, что в ближайшие сроки выполним. Я знаю, что вы окончили Карагандинский государственный университет, Жасказганский университет по специальности экономика и менеджмент, также Карагандинский экономический университет. Как вы считаете, спорт и экономика должны быть все-таки взаимосвязаны? Должны быть, потому что все-таки спорт это дотационная сфера. Она постоянно нуждается в вливаниях экономики. И у нас даже в коалиционных требованиях для руководителей предприятий именно эти три образования и включены. То есть мы должны эффективно расходовать средства? Да, экономически. Эффективно должны расходовать средства, потому что это средства наших налогоплательщиков. Знаете, всем памятное выступление казахстанских олимпийцев в Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро было завоевано рекордное количество медалей для Казахстана. И в нем приняли активное участие в этом медальном зачете. И уроженцы Западно-Казахстанской области, и те, кто проживает. Расскажите, все-таки надеялись ли на такие выступления? Как оцените успехи? Ну, изначально основная надежда была на Екатерину Ларионову. Значит, она выполнила максимальную задачу. То есть, проиграв будущей финалистке в первой свадке, она получила шанс завоевать бронзу. Она стопроцентно выполнила эту задачу. Это благодаря ее волевому настрою, благодаря поддержке тренеров, а именно личного тренера отца и главного тренера сборной. Она выполнила, поэтому действительно надеемся, что на следующей Олимпиаде в Токио она улучшит этот показатель. Давайте продолжим чуть дальше об Олимпиаде. Сегодня у нас есть первый телефонный звонок от наших телезрителей. Давайте их послушаем. И я напомню, что этот футбольный мяч достанется автору лучшего вопроса. Пожалуйста, мы ослушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я звоню с Бурлинского района, у меня такой вопрос. Да-да, пожалуйста. Говорите. С какими проблемами вы столкнулись и каково развитие спорта в районах? Да, тоже интересный вопрос. То есть мы видим, что происходит в городе, в районах мы не всегда знаем. Я должен быть откровенным. С районом спорта я еще не успел ознакомиться. Значит, планируем в ближайший месяц начать эту работу. Но у нас есть данные, сведения. В районном спорте есть проблема в том, что он сейчас несколько оторван от областного центра. Ну, там есть этому причина, что районные Дю США сейчас относятся в ведение акиматов. Раньше у нас была вертикаль. Ну, было, значит, поручение главы государства выполнить. Сейчас надо эту систему заново выстроить и мотивировать районные акиматы на выполнение, значит, на развитие спорта. Хорошо, давайте все-таки продолжим про Олимпийские игры. Тысячи горожан следила за боем Данияра Елеусинова. Данияр Елеусинов, уроженец нашей области. Здесь живет его учителя, здесь живут те, с кем он тренировался в свое время. И люди были, конечно, несказанно рады этой победе. И все-таки расскажите о приезде Данияра сюда, что он смог за это время сделать, что увидел и что за центр бокса планируется развести. Данияр Елеусинов, действительно, наша гордость. То есть, знаете, так вот в жизни судьба распоряжается, Всевышняя, естественно. Данияр Елеусинов и его отец в Астане мы работали вместе. Отец работал тренером. Он и старший брат в составе спортсменов. И вот так получилось, что сейчас я на их родине, значит, должен работать во благо спорта в области. И он приехал, действительно, был очень искренен. Была встреча с Акимом области, значит, от спонсоров, от меценатов спорта, да, подарили по 10 миллионов каждому, и отцу, и Данияру. Отец, личный тренер Марат Талипович Елеусинов. Но Таньяр проявил, действительно, свой настоящий батырский характер. Он совершил спортивный подвиг на Олимпиаде, а здесь он совершил моральный подвиг. И вот эти 10 миллионов, которые предназначались для него лично, он передал инвалидам, а вот именно больным, ДЦП. Вот недавно я смотрел, что, значит, у них было собрание, у этого фонда Батирек, и они решили эти средства направить на приобретение тренажеров. Тренажеров, и то есть тоже это как бы занятие спортом, то есть его вклад в развитие физкультуры. У нас есть еще телефонный звонок от наших телезрителей. Давайте их послушаем, что вас волнует, задавайте вопрос на частоту. Здравствуйте, добрый вечер. А вот, здравствуйте. Я вот житель Уральска. Вот у меня такой вопрос. Вот вы как новый человек. Какие новые виды вы спорта планируете развивать в будущем в нашей области? Да, интересно, все-таки новый человек и свежим взглядом, что вы увидели. Хорошо вопрос. Значит, в области когда-то функционировал, но сейчас нет художественной гимнастики. А это прекрасный вид спорта. Я уверен, что тысячи родителей будут благодарны и с удовольствием поведут своих детей. Ну, в основном, естественно, девочек, дочерей, когда мы создадим условия и откроем зал художества. В настоящее время есть какая-то проблема. Нет зала соответствующего, потому что там высота потолков должна быть. Вот специфика спорта обязывает. Кроме того, значит, стендовую стрельбу, пулевую стрельбу, это все олимпийские виды. Вот по стендовой стрельбе я недавно разговаривал с президентом Федерации Республиканской. Он обещает за средства Федерации построить в Уральске, значит, при условии выделения земли, построить стендовый тир. А это будет большой стимул для развития этого олимпийского, очень мужского вида спорта. Хорошо. Народный вид спорта, футбол активно развивается в Западно-Казахстанской области. Буквально 1 октября Акжаику предстоит труднейший матч с Таразом, с основным конкурентом. Все-таки Акжаик хочет остаться в Премьер-лиге и все должен сделать для этого. Скажите, на каком все-таки этапе сейчас находится команда, все ли у нее хорошо с финансами? И как считаете, приход главного тренера изменил? Приход главного тренера однозначно изменил ситуацию. У них была победная серия из пяти игр. Вот последнюю игру домашнюю, к сожалению, проиграли Шахтеру. Но сейчас основная задача, конечно, выиграть Тараз. Тараз сейчас на 12-й строчке, наша команда на 11-й. И всех разделяет одно очко на 10-й Жейтесу. Жейтесу у нас, значит, игра 26-го июля гостевая. Домашняя игра 22-го июля с Атраву. И 16-го с Табулом. То есть основная задача выиграть те команды, которые в зоне вылета с нами. Это Тараз и Жейтесу. Вот эта игра с Таразом, она действительно очень решающая. Ну хорошо, все-таки пожелаем успехов, конечно, подопечным Вахидам Асудова. И знаем, что зрители всегда активно поддерживают. Пригласим зрителей, конечно, болеть всегда за Акжаик. И поддерживают нашу команду. Центр бокса, о нем мы начали разговор. Я понял, что он возникнет в строящемся здании. Все ли готово? Что все-таки Даниэр Елеусинов предложил там сделать? Центр бокса будет открыт в строящемся дворце школьников. Он представляет из себя огромный зал общей площадью 1200 квадратных метров. Там будет состоять три учебных ринга, один соревновательный. Значит, порядка 20 боксерских мешков. Даниэр очень просил этот зал обеспечить тем инвентарем, который в Европе, в Америке. То есть это нестандартный инвентарь, который обычно у нас не использовался, хотя он очень нужен. Это груши на растяжках, пневматические груши. Все это мы собираемся также поставить. Я думаю, что этот зал даст большой стимул, импульс для развития бокса. Ну видите, Даниэр смотрит вперед, он знает, что время не стоит на месте. И для спорта нужны высокие технологии. Наверное, он, глядя вперед, понял, что когда-нибудь это будет необходимо, без этого не обойтись. Да, его старший брат сейчас боксирует на профи ринге. Даниэр сам какое-то время готовился перед Олимпиадой там. Поэтому он действительно большой профессионал. Надеюсь, что он не оставит бокс, либо по любителям дальше, к следующей Олимпиаде будет идти, либо на профи. 26 90 77, телефон нашего эфира. Я напомню, что автор лучшего вопроса получит вот этот футбольный мяч от футбольного клуба «Гжейка» и управления физической культурой и спорта. Давайте продолжим про спортивные объекты, которые уже построены в последнее время и которые в ближайшее время войдут в эксплуатацию. Один из последних спортивных объектов – это теннисный центр. Он был сдан в начале 2015 года. Это соответствует всем мировым стандартам. В нем находятся 4 корта, значит, хард, покрытие хард внутри и снаружи 4 карта. Значит, на данное время занимается 140 занимающихся, значит, молодых теннисистов, 13 группа. Три тренера с ними работают. Есть зрительские места внутри – 300, так и снаружи – 300 человек. И есть ли успехи у молодых спортсменов? Успехи есть. Уже на последних республиканских соревнованиях этого года было завоевано ими 5 золотых, 9 серебряных, 7 бронзовых медалей. Поэтому надеемся, что этот успех только будет развиваться. По строящимся объектам на проектно-сметной документации, значит, уже планируется, по готовой проектно-сметной документации, планируется строительство ФОКа в Зеленовском районе, село Калининское, Жанебегский район, Жанебег – одноименный, значит, поселок. И областной интернат для одаренных в спорте детей, он будет строиться в городе. То есть, что мы видим в поселке Зачиганск, в Деркуле, это постепенно переходит в район сельской глубинки. Да. Сельские жители пользуются такими же благами цивилизации. Два ФОКа уже, значит, функционируют. Это Карачебинский район и ЖМПТ Сарамский район. Мы знаем, Тимур Апсагатович, что каждую Олимпиаду, после каждой Олимпиады следует все-таки пара Олимпиада. И, к сожалению, все-таки увидели, что не было западно-казахстанских спортсменов. Скажите, все-таки пара Олимпийские виды спорта развиваются ли в нашей области? И где заниматься людям с ограниченной возможностью? Какие виды спорта все-таки культивируются? В этом году был создан клуб для людей с ограниченными возможностями. Задача этого клуба как раз развивать пара Олимпийский, сурдо-олимпийский спорт. Определенные успехи у нас есть. На последних, если говорить в целом, успехах Казахстана впервые на пара Олимпийских играх наши спортсмены завояли золото, серебро. Золото по плаванию, серебро, по пауэрлифтингу. У нас есть весь потенциал для подготовки к следующей пара Олимпиаде. Тем более сейчас по поручению главы государства уравняли премиальные пара Олимпийцев с Олимпийцами. Поэтому я думаю, это также будет дополнительным стимулом являться. Работу эту начали, я думаю, придем к результатам. Хорошо. Я знаю, что к спорту возрастает внимание и чувствуется интерес и организации, и государственных учреждений. Проводятся спартакиады, различные турниры. Скажите, как вы поддерживаете, чтобы спорт и физкультура развивалась в различных учреждениях, не в спортивных секциях, а вот на рабочих местах? В законе о физической культуре и спорте четко прописано, что обязанность, в частности, по проведению президентских тестов, ложится на первых руководителей трудовых коллективов. Поэтому мы готовы полностью способствовать спортивной базой, где-то инвентарем. Но должна быть инициатива от руководителей сходить в предприятии, независимо от форм собственности, к привлечению занятий физической культурой и спортом. У нас есть комплексы, есть базы, поэтому нужна действительно просто добрая воля руководителя этих предприятий, независимо от форм собственности. Не загораем все-таки зима. Скажите, будут ли развиваться зимние виды спорта в Уральске и какие условия необходимо создать все-таки, глядя на другие города, где развивается и сан, и лыжный спорт? У нас, конечно, этого не достает. В зимних видах спорта у нас очень активно и результативно показывает себя шорт-трек. Значит, из команды национальной сборной, состоящей из пяти человек, три человека – это выходцы из Западно-Казахстанской области во взрослой команде. Значит, и бронзовая призерка детских олимпийских игр, юношеских олимпийских игр, Анита Нагай – это тоже наша местная уральская девочка. Это огромный результат. Мы приложим все усилия, чтобы развивать этот вид спорта. Дополнительно надо развивать такие виды спорта, как хоккей, шайбы. У нас хоккей и шайба, всего два тренера. Значит, нет местных кадров, поэтому эти тренера тоже приехали из Тимиртау. Будем еще кого-то привлекать. Нужно развивать лыжный спорт, фигурное катание. Я знаю, у меня еще такой вопрос. До завершения программы осталось буквально полторы минуты. Когда побеждают наши олимпийцы в таких видах, как борьба, бокс, увеличивается ли количество желающих заниматься именно конкретными видами спорта? Однозначно. Я в Астане был свидетелем. После серебряной медали Житкеева залы дзюдо были переполнены. Сейчас после триумфа Баландина, значит, наш бассейн, будучи и так несвободным, сейчас еще более переполняется. Поэтому здесь, естественно, есть вопросы именно по инфраструктуре. Ну, к примеру, у нас есть дворец культуры «Зенит». Там, значит, заброшенный бассейн. Никак, никому не нужный. Значит, завод его не поддерживает. В смысле, он полностью разобран в состоянии. А это 25-метровый прекрасный бассейн. В центре города можно было его использовать. Хорошо. Время нашей программы истекло. Наверное, все-таки определим автора лучшего вопроса. Какой вам вопрос понравился? Если честно, мне понравился вопрос о новых видах спорта, которые... Ну, понятно, что человек интересуется, он хочет понять, какие направления... Все. Мы советуем автору этого вопроса позвонить по окончанию передачи по телефону 26977, и мы объясним, как он получит вот этот футбольный мяч. Я благодарю Тимура Шаяхметова, руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, за то, что он на чистоту ответил на все наши вопросы. А с вами мы встретимся на следующей неделе в это же самое время. Берегите себя. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин